В рамках Дня Солидарности в борьбе с терроризмом 2 сентября на стадионе Урожай по инициативе Молодежного Центра Патриот прошла военно-спортивная эстафета, в которой приняли участие 6 команд. К участию приглашали всех желающих в возрасте от 14 лет, в том числе и размещая информацию в соцсетях. Сегодня у нас с вами эстафета, военно-спортивная эстафета. Все уже примерно понимают, что будет. У всех желание пробежать ее? Конечно! После эстафеты мы проведем беседу по поводу терроризма и последствий терроризма. В эстафете приняли участие 6 команд по 4 человека. Возраст участников был от 14 до 30 лет. В большинстве команд оказались школьники и студенты, но были и взрослые люди. Команда межмуниципального отдела МВД России Курагинский. Военно-прикладные виды спорта вошли в список этапов и еще различные сложные задания. 16, 17, 18. Военизированные эстафеты – это метание гранаты, это стрельба с пневматической винтовки, бег 100 метров, приседания, отжим и различные другие препятствия. Участники соревнований имитировали ходьбу по болоту, переносили условно раненых, в противогазах спасались из зоны химического заражения. Для того, чтобы победить в подобных соревнованиях, нужно было двигаться технично и быстро. Как дистанция? Три команды выступили лучше других. Первое место у команды «Олимп» из Курагинской школы номер 3, второе место у команды из этой же школы, но под другим названием «Патриоты». И третье место у команды «Ханёрушка» из Курагинского филиала Минусинского сельхозколледжа. Победители получили грамоты и по целому торту на команду.